Продолжение следует... И у нас сегодня мы, как договорились, ходим, пока что идем по стеку протоколов снизу вверх, и по-хорошему мы должны были сегодня поговорить про физический уровень, первый из пяти уровней четырехуровневого протокола CPI-P физический. Как уже было сказано в прошлый раз, мы увидим довольно часто смешение физического интерфейсного уровня. И вот эта самая штука, которая аппаратная... Нет, часики мне здесь слегка мешают, наверное, я их выключу. Эта самая штука, которая аппаратный уровень, он, вообще говоря, решает, как мы помним, две задачи. Во-первых, описывает свойства самой среды передачи данных, то есть абсолютно аппаратную железную часть, там, ну, физическую, короче, совсем описывает ситуацию. Во-вторых, описывает формат данных, то есть предписывает, каким образом по этому железу или по этой среде вообще можно передавать эти самые наши битики. Вот. Именно в этой второй половинке, в задаче решения о формате данных, лежит как раз вот эта непредвиденная смычка протоколов, когда часть задач, которые должны решаться здесь, на аппаратном уровне, задачи, как мы вообще, соответственно, планируем представлять наши данные на проводе, или там, на какой-то другой среде, внезапно выпихиваются на уровень выше. Мы это увидим. Вот. Давайте сначала поговорим про среду передачи данных. Значит, я, как уже было сказано, не суперспец в этом всем, потому что наука, технологическая наука о конкретных устройствах и конкретных железяках, она обширная очень, и для того, чтобы в ней разбираться, в ней надо, ну, как это, разбираться в ней каждый день. Вот. Поэтому весь конспект перевит, значит, ссылками на обычную Википедию. Вот. В частности, вот, что Википедия считает средой передачи данных, ну, и так далее. Да, я не буду ходить по ссылкам, если только мне не придет в голову, значит, сослаться на какую-нибудь из этих ссылок, как на авторитет моих высказываний. Это не мне аплодисменты, к сожалению. Вот. Да. Значит, прежде чем принять решение о том, что, собственно, мы будем гонять по этой среде, почти всегда приходится сразу решать задачу, какую сеть мы строим с коммутацией каналов или с коммутацией данных. Вот. В некоторых случаях эту задачу можно решить позже, в некоторых нельзя, и поэтому, как правило, уже на уровне просто планирования параметров железа мы должны решить, а что там будет передаваться. Например, в случае, если наш поток аналоговый, то есть у нас нету цифры вообще, ну, там, радио какое-нибудь, не знаю, голос, телефон, такой вот телефон проводной, старорежимный, то естественным решением будет уже сразу здесь принять решение, принять... Естественным решением будет сосредоточиться на разделении каналов, потому что совершенно непонятно, как выглядит, условно говоря, аналоговый пакет. Если у нас нету градации, там, условно говоря, по битикам, то у нас нету градации и по более крупным элементам. Вот. Классический пример разделения каналов я приводил на прошлой лекции, когда мы вот звоним на автоматическую телефонную станцию, значит, электрическую, там шаговый искатель дергает переключатель столько раз, сколько у нас замкнулся провод на нашем дисковом номерном набирателе, и, соответственно, замыкает нас на определенного абонента, выделяя в результате канал передачи данных, которым пользуется абонент с одной стороны, абонент с другой стороны. Вот. Совершенно необязательно при этом называть каналом прям отдельный провод, который соединяет двух абонентов, потому что если мы используем для модуляции нашего сигнала, кстати сказать, необязательно аналогового, можно и цифрового, частотную модуляцию, вот, ну вот классический пример частотной модуляции, у нас есть некая несущая частота, довольно высокая, и есть передаваемая нами частота, существенно более низкая, вот, в случае с частотной модуляцией это превращается вот в такую неравномерную гармошку. Дальше там идут всякая математика страшная, вот это все, вот, ну и вот тут пример, значит, амплитудная частотная модуляция. Ну, в данном случае вот нам, да. Так вот, если мы используем частотную модуляцию, мы можем взять несколько разных, существенно различных друг от друга частот, желательно взаимно простых, вот, читилка, там должно быть взаимно простое, количество колебаний в секунду должно быть взаимно простое. Вот, и использовать каждую из них в качестве несущей, и опять-таки специальная математика, изваянная в железе, будет нам сначала определять ту несущую, которую мы хотим, а потом смотреть, как это несущее частот модулировано. И такого рода сигналы можем передавать вообще по одной среде передачи данных. Вот, ну, по эфиру так точно, да, вот все радио, все эти подстанции радио, которые мы ловим, они устроены ровно так. Вот, они по одному и тому же эфиру, значит, не всякого радио, кажется, только ультракороткий волн, но не важно. Вот, то есть необязательно эти каналы, которые мы используем, необязательно должны присутствовать в физическом виде, отличаться друг от друга, но их обычно, в случае коммутации каналов, обычно фиксированное число, то есть наша частота попилена на такие вот промежутки, каждая из них является одной конкретной частотой, ну, частотный диапазон попилен на промежутки. Если же наш поток цифровой, то есть мы все равно думаем о том, что наш сигнал превращается в последовательность, условно говоря, ноликов и единичек, это значит, что эти самые нолики и единички можно нарезать на условно равные, ну, или не равные, неважно, на какие-то куски заранее определенные, назвать эти куски, собственно, пакетами, и устроить разделение данных на одном канале, на вас. Значит, основной задачей, основным... Ну, вот сокращенец, как человек, который практикует всякого рода хардваре, говорит, что взаимопростые частоты не обязаны быть все равно, поскольку модуляция частотная, там они все разъедутся, так что надо просто делать хороший фильтр, который конкретную несущую тебе в конкретном диапазоне выделяет. Ну вот, значит, основной задачей при планировании аппаратного уровня является, собственно, определение того, что такое сигнал, сколько нам нужно проводов, какие параметры этих проводов и так далее. Вот. Достаточно приличный пример простого стандарта на аппаратную часть является стандарт передачи данных по протоколу RS-232, он же COM-порт. Выглядит это примерно так. У нас есть, кажется, минимум три провода. Ну, по одному в одну сторону передается, по одному в другую еще земля. Вот. И некоторый аппаратный протокол, который нам рассказывает о том, что по этим проводам должно происходить. Ну, например, нолик означает напряжение плюс сколько-то там вольт на проводе, единичка минус сколько-то там вольт на проводе относительно земли. Нолик, единичка, нолик, единичка. Плюс на это все навешивается сверху частота, с которой мы сканируем этот провод. Вот. Получается, что этот провод, если у него вообще есть напряжение, нам передает, все время передают либо нолики, либо единички, которые там, не знаю, сколько-то раз в секунду могут сменять друг друга. Вот. На самом деле, помимо вот этих трех проводов, передача туда, передача сюда и земля, на самом деле существует их чуть ли не много-много штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Чуть ли не все 25 можно задействовать проводов вот в этом разъеме красивом. ДБ-25. А вот тут нету, кстати, есть только ДБ-9. ДБ-9. Вот. Значит, что может нам понадобиться, если мы хотим передавать данные, помимо, собственно, самих данных и земли? Ну, очевидно, нам понадобится информация о том, что данные вообще передавать можно, что с той стороны устройство готово к приему, потому что оно может быть не готово, оно может тупо не успеть считать соответствующую нолику и единичку. Я говорю, слушай, погоди, вот сейчас будет, передавай. Та же самая история, это флаг передачи. Соответственно, можно приделать пять проводов. Значит, transmit, receive, земля и то, что называется RTS-CTS. Давайте посмотрим, как они точно называются, в смысле, расшифровываются. RTS-CTS. Давай, я готова. И CTS clear to send. А, слушайте, а может я и не... Ну, хотя, вроде тут написано, что именно RTS-CTS. Слушайте, я могу соврать. Вот, может быть, сокращение с меня поправит, какие два провода нужны. Мне казалось, что они должны быть симметричны, а тут получается, что они в одну сторону оба. В общем, не буду врать. Кажется, я собрал уже. Не буду врать, какие конкретно два провода нужно добавить, чтобы можно было воспользоваться этим фрутакомом в лучшем виде, в более лучшем виде. Но дальше есть еще провода о готовности приемной передачи, о том, что вообще сигнал существует, что оба устройства с той и с другой стороны умеют передавать сигналы, да. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Значит, потом уже это все рассчитывалось на модемы. Отдельно, значит, есть сигнал положить трубку, провод, на который дергают раз, и трубка кладется, потому что это раньше было и телефоны. Ну и так далее. Вот. А, да, кстати, мне в сокращении советуют просто посмотреть, к чему присоединен этот самый провод. Тут надо еще посмотреть, к чему тут не написано. Ну, ладно, слушайте, поскольку я этот момент слегка проехал, давайте мы не будем разбираться прямо посреди лекции. Идея стоит в том, что наш стандарт передачи данных описывает, как по железу эти данные передавать, описывает некоторое количество ситуаций, которые могут возникнуть, например, неготовность приема, неготовность передачи, ну и так далее, и так далее, там. Все плохо на линии. Вот. На самом деле существуют стандарты и посложнее, и попроще. Стандарт попроще. Вот тут вот маленький кусочек говорит о том, что у нас нолик – это ноль. То есть нет напряжения. А единичка – это и есть напряжение. Вот. Ну вот прям так тупо. Вот. И с этим стандартом все плохо, потому что, если, например, крысы провод перегрызли, они что, инициировали передачу бесконечного нуля, что ли? Ну, зато, наверное, с точки зрения аппарата его реализовать проще было. С третьей стороны, если бывает удела третья сторона, наверное, в тех случаях, когда у нас нет варианта крысы перегрызли, а есть только вариант, что вот у нас, ну, прям вот между двумя микросхемами, наверное, вот такой способ кодирования, есть напряжение, нет напряжения, действительно гораздо удобнее, гораздо меньше схемотехники на него накладывается. А есть стандарты посложнее. Дело в том, что на вот эти пятипроводные линии передач с помощью RS-332 действует много всякого безобразия, шумы, там страшное количество ошибок, на самом деле, которые нужно корректировать. И тот же последовательный порт, на него чуть позже был выработан новый стандарт, который называется RS-485, и там целая куча всяких требований к нему, кодирования. Там уже, значит, нету земли, а есть дифференциальный сигнал. Это очень удобно, потому что если шум какой-то действует, у вас будет не в три раза меньше напряжения на проводе, а разность будет все равно та же самая. Вот если у вас есть земля, и там у вас упало напряжение, то у вас внезапно сигнал приблизится к земле, и непонятно, нолик это или не нолик. А если у вас он дифференциальный, то они просто оба съедут относительно земли куда-то, ну, а разница останется та же самая. Вот. Ну и так далее. То есть сложный вариант. Еще более сложный вариант, и это, кстати, повод, почему мы с вами, говоря о компьютерных сетях, внезапно заговорили о каких-то таких штуках, по которым, значит, ну, не знаю, мышки, вот таких вот штук, по какому мышке присоединяются к компьютеру. Еще более сложный вариант – это стандартно витую пару. Да, даже на уровне аппаратном, то есть чисто описание вот этих проводков, существует довольно много требований разных, кажется, довольно много разных требований, соответствующих разным стандартам, которые описывают, что с этими проводками должно происходить для того, чтобы они были пригодны как физический уровень для передачи. Вот. На этой картинке, кстати, почти все сразу видно, почти все требования к этим стандартам. Вот. По витой паре передается высокочастотный сигнал. Он как раз дифференциальный, то есть разность. Вот. Для того, чтобы эти сигналы друг на друга… Да, там, естественно, есть довольно жесткое требование к тому, какой там должен быть провод. Он бывает многожильный, одножильный, но это не очень важно. Вот. Вот их четыре в классическом кабеле, их четыре. Обратите внимание на то, что у них… Они обязательно скручены друг с другом, то есть вот эти два сигнал… два провода, отвечающих за дифференциальный сигнал, перекручены друг во друг друга. Это уменьшает количество наводок, которые может быть на них наведено. А еще обратите внимание, что на более высоких стандартах, хотя, по-моему, на 10 BST уже это есть, но перед нами уже шестая категория, это чуть ли не гигабитный кабель. Вот. На более высоких стандартах шаг этой скрутки тоже разный. И он как раз должен быть… эти шаги скрутки должны быть взаимно простыми числами, чтобы не случалось так, что, значит, одновременно все кабели в этом месте находятся там левым сигналом вправо, правым сигналом влево, и какая-нибудь электромагнитная сила всех одновременно искажает. Вот. А, вот, видите, сокращенец говорит, что я все правильно сказал. РТС именно с ЦТС соединен, то есть пятипроводной кабель – это, значит, три провода классических и РТС и ЦТС. Спасибо, дорогой. Как всегда, вы очень сильно помогаете. Так вот, значит, на уровне аппарата может быть шаг скрутки. Видите посередине такой пластиковый вкладыш. Это значит, что расстояние между этими парами тоже должно быть гарантировано не меньше, чем сколько-то. Этот вкладыш, он имеет квадратное сечение в каждом углу по паре. Ну и так далее. Вот. Короче, сложная такая система, значит, витая пара. И это все взрывается огромным количеством параметров, когда мы поднимаемся на верхнюю половину нашего требования к аппаратному уровню, а именно к формат данных. То есть, если в РС-232 там длина как-то фиксирована и сопротивление провода, то в витой паре у нас уже куча всяких параметров, которых мы видели, еще они разные бывают. О, еще оплетка должна быть в некоторых случаях, а в некоторых не обязательно. А в некоторых пары тоже с оплеткой. Вот. А когда мы появляемся, ну это кажется то же самое. А, нет, это уже стандарт Ethernet, да, когда мы связываем наш аппаратный уровень с интерфейсным, количество требований, вот, видите, очень разное. Да. Вот этот второй уровень, как я уже сказал в начале лекции, очень часто, особенно в таких старых устройствах, про которых мы сегодня говорим, очень часто уезжает наверх и оказывается уровнем уже интерфейсным, а на аппаратном уровне, то есть, на уровне железа нереализуемом, нереализованном, на уровне железа передающего, не на уровне интерфейса, не на уровне сетевой карты. Вот. Тем не менее, считается, что на этом уровне должна решаться проблема кодирования физического, то есть, что по сути представляет собой нолика и единичка. Мы с вами уже видели три варианта кодирования, два варианта кодирования. Кодирование TTL, когда у нас ноль, это ноль, а напряжение это единица. И кодирование дифференцированное, когда у нас, не дифференцированное, а забыл, как оно называется, короче, когда у нас отрицательное напряжение, это ноль, положительное, это единица. Вот. На самом деле, это очень плохие способы кодирования, ну, реально плохие. Там есть, там плохо сразу всё. Там плохо, что у вас чисто вот эта ваша микросхема, которую вы там запаяли, от того, что у вас постоянно одно и то же напряжение, у неё может что-нибудь случиться, да, может что-нибудь зарядиться, какую-то наводку давать постоянную вот на ваше всё. Вот. И от того, передаёте вы, например, много ноликов или много единичек, у вас будут меняться физические параметры вот того, что вы напаяли. Вот. Поэтому изобрели другое кодирование. И, кстати, кажется, в РЕС-32 оно уже другое. Оно называется Non-Return to Zero. Смысл в том, что... Смысл в чём? Давайте посмотрим картинку. Смысл в том, что... А, нет, это лимноон. NRZ это всего лишь перепады напряжения в плюсы... Это всего лишь плюсы и минусы. Вот нолик у нас означает отрицательное напряжение, а единичка положительная. Да? NRZ, Non-Return to Zero, означает, что никогда не... Правильно. Проблема в том, что теряется синхронизация. Да, схема зарядиться не может, говорит сокращенец, он абсолютно прав, конечно. Вот. В чём проблема этой кодировки? Даже, даже, несмотря на то, что мы решили проблему, крыза перегрезали провод и пустили длинный ноль, мы, видя вот это постоянное отрицательное напряжение или постоянное положительное, вообще говоря, не понимаем, с какой частотой нам оттуда считывать эти такты. Вот сколько здесь нулей? Здесь их написано раз, два, три, четыре, пять. За протяжение этого времени, допустим, у нас там скорость 9600 оксетов в секунду. Не оксетов, битов. На протяжении вот этого промежутка времени получили пять нулей. Кто нам скажет с двух сторон, что эти протяжетки одинаковые? Вообще говоря, сделать идеально работающие часы, которые всегда тикают 9600 раз в секунду, ну, нереально. Совсем. Если у нас есть два устройства, биение, ну, то есть частота с каждой их сторон будет как-то отличаться. И если их как-то не синхронизировать постоянно, со временем эта частота будет расходиться. Вот. Именно поэтому на уровне аппарата ВРС-32 синхронизации нету, как правильно заметил сокращенец. И нам приходится предусматривать в протоколе передачи данных специальные места, где мы всегда говорим, что вот там на каждом девятом месте стоит нолик. А на каждом нулевом месте стоит нолик, а на каждом там, условно, девятом стоит единица. И устройство с двух сторон, видя вот этот поток данных, сначала смотрит. Вот у нас есть какая-то базовая частота, примерно одинаковая с двух сторон, а дальше они синхронизуются. Берут эти нолики-единички, нолик-единичка, 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 и подгоняют несущую с обеих сторон, чтобы она была одинаковой. Таким образом происходит синхронизация, но она происходит уже не на аппаратном уровне, а на уровне интерфейсном, то есть в той плате, в которой вот это ваш компьютер, которая, собственно, занимается передачей данных. Именно UART, это, собственно, такая карта, которая преобразует вот этот ваш RS32 или не RS32, что-нибудь другое, в нолики-единички. Именно он внезапно должен управлять вот этой скоростью. Налицо нарушение независимости уровней. Вот. Да, значит, как правильно, опять-таки, заметил сокращение. Если мы посылаем один байт, то нам, в общем, синхронизация не нужна. Мы успеем. Главное только знать, что 9600 или 18200, или там 2400. Вот. А если мы посылаем большой кусочек, то надо постоянно к этому приглядываться. Вот, значит, в кодировке NRZ нет возможности синхронизоваться и приходится это выпихивать на один уровень выше. Да? Это то устройство в компе, которое распознает данные, должно видеть эти нолики-единички, а потом командовать хардвера изменить частоту немножко. А вот, например, в случае Ethernet, самого простейшего, 10-мегабитного, используется другой стандарт кодирования, который самосинхронизующийся. Он называется манчестерское кодирование. И если пропусту говоря, вот этот 0-1, наличие перепада напряжения означает, что у нас... А, он просто в два раза больше. Смотрите, у нас такты в два раза больше. У нас каждый такт делится на два, то есть каждый битик делится на два, и вот перепад напряжения вверх это нолик, перепад напряжения вниз это единица. Соответственно, если у нас идет последовательность ноликов, нам нужно обеспечить много перепадов напряжения вверх. Раз, вверх. Вот он, видите? Раз, вверх. На границе вернулись. Раз, только вниз, да? Я соврал. Нолик это перепад вниз. Раз, перепад вниз. На границе вернулись. Раз, перепад вниз. Вот. Что это означает? что какие бы мы данные не посылали даже если это чисто 0 1 0 1 0 1 и у нас получается вот такие штуки у нас всегда два раза минимум два раза за то минимум один раз за два такта будет перепад напряжения шикарно мы можем не только кодировать но и сразу синхронизовывать наше устройство потому что мы видим частоту вот эту максимум что мы можем видеть что она удвоилась но вот эти штуки всегда будут супер так и сделаем вот манчестерский код считается самый синхронизующим то есть мы решаем сразу две задачи прямо там на аппаратном уровне нам не нужно это делать на уровне дурнем выше вот но если почитать все стандарты наших ethernet of которые существуют то дальше там будет еще более сложные методы синхронизации кодирование так далее да это это как раз самые простые да значит ттл nbz и манчестер самые простые значит какие еще бывают проблемы связанные с форматом данных как отличить данные от неданных опять таки эта задача может решаться на аппаратном уровне а может быть выброшена на уровень выше как это сделано с 232 нам нужно определить что такое кадр у кадры есть преамбула который говорит а вот здесь начинается то что вы собираетесь передавать а потом значит идет содержимое а потом еще есть к некая концовка вас преамбула и концовка но как видите это вся вся эта задача решается на уровне выше она решается на уровне уже подключение к устройству то есть реально на проводе у нас какие-то митики а устройство который этим проводом пользоваться она значит то есть компьютер который не пользуется она с помощью специального интерфейса говорит так в этих бить как должна быть преамбула потом а потом конец и вот если мы увидели преамбула а в конце увидели конец контрольная сумма сошлась значит мы увидели настоящий кадр еще одна тема это обнаружение ошибок особенно на зашумленных средах очень важно чтобы то что вам приехало хотя бы можно было проверить были ли там ошибки фиг мы с ним восстановление ошибок хотя бы проверить что они там были у этой штуки есть целая математическая теория мне кажется есть целый курс под названием корректирующийся код и вот это все поэтому я не буду на этот счет особо распространяться вот что обычно делается обычно любая коррекция ошибок это просто дополнительные биты мы берем посылаем байтик или там октет до 8 битов к нему посылаем еще один бит учетности вот ну и еще один или даже полтора или два дополнительных бита старт-стоп на чтобы вообще определить начало кадра вот как обычно в простых случаях типа типа 1 202 арт это тоже вынесено noir там как раз есть вот этот вот эта тема с фреймом старт-стопом и так далее вот у нас стартовый бит вот дальше у нас есть биты данных стоповый вид еще битчетность я забыл чего бывает 1 2 или полтора стартовых битов или стоповых стоповых битов вот казалось бы это должно было было реализовано аппаратную можно но нет провода слишком простые это визу на уровне интерфейсном вот у нас мы определили что это старт там всегда 0 прочитали свои 7 битов 8 битов прочитали 1 2 или полтора стопных бита потому что у нас колебания в два раза чаще вот ну и собственно вот наш посылку туда же может быть вставлять вставляться бит четности который определяет что вообще вот то что нам пришло там ну шума было битов четности может быть больше в протоколе может быть два два бита четности позволяют обнаружить 2 и корректировать одну ошибку если мне не изменяет память вот ну да 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 вот сокращение с как раз напоминает о том что стоповых битов бывает не один чтобы между вот посылками увеличить зазор вас что еще хотел сказать а ну вот вам математика линейное кодирование я почему я говорил что про это можно прочесть не один спецкурс давайте мы сюда не будем глядеть просто ужаснемся вот в принципе можно обеспечить с путем разумной избыточности сколь угодно удобное исправление ошибок вот например тот же самый линейный код позволяет так кодировать что даже есть ошибка есть мы все равно считаем что вот полученные полученные данные ближе к такому расшифровки чем всякой расшифровки честно ну и так дальше и так дальше что еще можно можно например наложить наш сигнал на либо случайный либо какой-то вот равномерный такой пилообразный сигнал чтобы получился получился шум во первых это как-то может его закодировать если сигнал случайно но мы знаем мы знаем последовательность мы знаем этот самый ну ключ к этой случайности во вторых это может для некоторых устройств для некоторых способов передачи улучшить качество передачи потому что вот такой сигнал он как бы лучше ловится воспринимается чем вот такой но опять-таки я небольшой 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 профессионал в этом деле чтобы закончить с этим и начать хоть что-то делать давайте мы еще заглянем в еще более сложные штуки которые связаны с передачей довольно большого объема данных по довольно тупым проводам вот этого стандарта dsl вот этот вот 100 500 различных стандартов если попытаться к нему сходить вы увидите жуткую совершенно описание только вы его не увидите потому что википедия в него не умеет вот дело в том что на очень шумных средах приходится очень много заниматься распознаванием ошибок их коллекции по именно иначе вы просто ничего не передадите да значит тех кто хочет на пальцах но поближе познакомиться с тем что происходит в эзернете я специально даже спас с в контакте на всякий случай статью владимира киселя про то как это делается на уровне ethernet тут прям вот видите он втыкает ethernet анализирует его смотрит смотрит глазками смотрит кодирование разбирает в общем был бы у нас сегодня время мы бы в это потыкались вас значит я эту штуку запас прям на юниксе чтобы не пропал давайте все таки попробуем что-нибудь поделать с нашим с операционкой давайте мы попробуем настроить какую-нибудь имитацию чего у нас тут есть имитацию компорта для у это старая ну ладно неважно я конечно зря это сделал я я же опубликовал новую прошивку но мне кажется мне нет время ее скачивать будут без особой разницы нет неправильно я начал не с этого надо было начинать но сейчас я его тогда выключу извините значит как устроены наши виртуалки те самые с которым мы делаем все домашние задания у них обязательно есть тот самый ком порта который мы сегодня так много рассказывал потому что на него выводится консоль собственно то что вы сейчас пронаблюдали это консоль от загружаем у на машине линукса который перенаправлен в ком порт который в свою очередь перенаправлен в сеть и мы по сети к нему подсоединяемся выглядит это вот так значит в конфиге виртуалбокса это выглядит следующим образом видно плохо да короче говоря некий ком порт под названием куб 1 включен это значит что в компьютере мы увидим некое устройство она называется ты д игре косной по которому происходит обмен данных соответственно по протоколу вот описанного нами и этот ком порт отображается в ход системе данными которые видны на сокете на порту 2301 и по теперь к нему можно присоединиться давайте я покажу это в конфиге потому что тут прям не видно ничего вот может быть здесь будет виднее нет сколько там было 2301 вот вот это место значит смотрите вот тут тут хотя бы видно как это написано чтобы вы понимали есть некий интерфейс под названием у арт то есть вот тот самый протокол у арта который мы говорили сегодня интерфейсный значит который умеет распознавать передаваемые байчики битики и вот он управляется некоторым устройством с с помощью рука 1 и и пытал тут без вот и это устройство отображено на хоз системе в виде tcp сервера который принимает соединение на порту 2301 соответственно когда мы запускаем машину вот давайте мы запустим из virtual бокса вот мы и запустили она показывает нам консоль графическую вот но вместе с этим мы можем наблюдать также и консоль консоль которая которую нас это виртуалка отбрасывает над y 0 и ты г с 0 ну давайте посмотрим чем что а давайте вспомним прошлый раз да значит это минимал это наш с вами уйдавайте где противные и ты уйди и ты уйди вот alt-minimal это базовый прототип который я не запускаю на лекциях вообще никогда а новые новые виртуалки это просто его клоны дешевые вы помните да в прошлый раз это было когда при клонировании мы ставим галочку делать дифференциальный клон неполный и это происходит за несколько секунд фишка именно в этом что вам не надо не надо модифицировать вот это а мы вы не модифицируете только дифференциальный клон это модификация нескольких байтов вас их можно наплодить сколько угодно связать их в сеть и так далее удалить вас а это для них базы вот этим они отличаются еще они отличаются перенаправлением перенаправлением того самого компорта потому что если у вас будет одинаковая настройка панпан интервью в один и тот же теперь порт вы просто не запустить второй виртуалку вот я об этом собирался рассказать но раз вы спросили кто рассказал сейчас и так вот тут прямо в настройках написано что на самом деле этот этот же ком порт нам доступен можно подключиться к сокету и организовать как если бы там по проводам эти байты пришли к нашему наш виртуалки давайте это сделаем берем какой нет кат а да сначала так сделаем посмотрим какие у нас порты открыт вот видите 2301 кто-то кто-то нас ждет на порту 2301 давайте туда бы не ткатимся но не 3201 а 2301 о принятие консоль то есть на этом компорте нас встречает консоль та самая консоль от того самого той самой прошивки про которую вы кстати должны были при регистрации скриншот прислать вот только это не графическая консоль а вот по этому самому порту ты ты грек основе предназначен ну вот давайте посмотрим кстати сказать раз уж мы залогинились а каковы параметры этого саму порта тест это y извините сейчас а это не ткать вот значит я не рекомендую особенно людям которые пользуются линуксом пользоваться не ткатом для доступа к этой штуке потому что не ткат он слишком универсальный и он в некоторые вещи не умеет в частности не ткат устроен так что вы вводите строчку потом нажимаете enter только потом она пересылается на удаленный компьютер поэтому всякие вимы будут работать очень плохо и так далее вместо не тката я рекомендую пользоваться утилитой сокат она существенно более мощная главный ее недостаток это довольно причудливый команд-лайн вот правда страшно сколько на 2301 вот мы про утилиту сокат будем разговаривать когда будем говорить про цепи уровень потому что она для этого но сразу говорю о чем речь с этой стороны один конец этого соката с этой стороны другой этот один конец этого соката это значит наш вот этот терминал с которому за вот 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 это вот терминальную струкну как это эмулятор терминала x term с которым мы заходим тот конец это собственно то самое tcp соединение по порту 2301 и мы настраиваем наш терминал таким образом чтобы видите мы и кровь это значит что все вот один в один все что мы лупим сюда передается в тсп и обратно эхо 0 это значит что мы то что набираем здесь пока с той стороны нам эту буковку не покажут она не набирается эске 15 значит пока по control он может быть по вот это будет работать лучше видите стрелочки работают да ну короче все работает смотрите какая красота вот значит что сейчас произошло мы с помощью другой утилиты сокат присоединились к порту 2301 нас там встретил как если бы это был терминал настоящий подключенный с помощью проводов давайте вам покажу терминал то наверняка не все видели терминал терминал все только не мы я вот и вот вот вы думаете это компьютер ничего подобного это устройство которое может умеет передавать и принимать байт и именно байт и по тому самому полу проводу раз 32 которому сейчас вами говорили и вот здесь вот на этой электронной лучевой трубки эти байты в виде буквы чек отображаются а вот здесь вот на клавиатуре вы их набираете они туда в виде буквы чек передаются вот вот я думаю что мало здесь присутствующих людей вообще такое устройство видели вас она преобразует реально байтов байт и вот возможно мало здесь присущих такое устройство видели но все здесь присутствующие работающие с каким-нибудь линуксом работают с эмулятором ровно этого устройства ну просто вот в эти 220 конкретно вот экстерм это эмулятор в эти 220 в частности вот такие дела ну вот значит что мы видим мы видим что это наше устройство работает на скорости 9600 бот то есть предает 9600 бит в секунду причем я так понимаю это биты включая эти самые старт-стоповые ну в общем не только биты данных но и вот эти вот самые бит которые определяют протокол общения вот при этом остальные параметры это параметры наши нашего этого самого нашей железяки под названием терминал что у него 32 32 строки 88 колонок вот а вот эти параметры это вообще параметры никакого не этого самого не аппаратного уровня а именно что уровня прикладного некоторые символы которые мы сейчас вводим с экрана будут восприниматься операционной системой не как символы а как какие-то управляющие вызывающий сигнал control c да вот мы control c да control c control c это вот сокращенец разумно замечает что x-term эмулирует не только vt220 но еще кучу разных других терминалов включая там цвет и так далее в vt220 никакого цвета конечно не было на одноцветный вот это конечно правда ну вот control c да control c это обработанный сигнал обработанный символ который не доходит до компьютера вместо до программы к это вместо этого linux посылает там всегда вот так что командочка stt y безусловно рассказывает не только про значит физический параметр той линии которым посоединились но и про все остальное тоже вот теперь давайте вот что сделаем заведем еще один comfort в нашей машине плохо видно главная последняя запускал шрифт был отменно большой нет это настройки машин настройки этой штуки ну ладно давайте я тогда поправлю вы мне поверите на слово а потом я покажу как то устроено в конфиге мне кажется это будет разумнее значит вот наша настройка компортов этой машины у нее есть порт 2 этот порт 2 не включен давайте мы его включим давайте мы ему скажем что он называется ком 2 это значит что у него 3 руку и какой-то там адрес мы не будем его трогать пускай будет вот значит и в отличие от первого который у нас перенаправлен на tcp давайте второй за сандалем в файл о и файл наберем ну не знаю там логгер ком логгер окей что мы сейчас сделали мы завели на нашем ком виртуальном компьютере второй ком порт в который можно только писать хотя мы не помню как только писать в таком виде и сейчас мы можем просто все данные в этот ком порт зафиганчить прямо из линукса а они попадут в файл который называется ком логгер давайте это проверим это не просто так это в этом будет домашнее задание если что вот давайте я немножко поскольку я не впоследствии не буду пользоваться вообще вертолбоксом как интерфейсом а буду запускать свои волшебные скрипты давайте я сразу расскажу что они делают значит vb connect скрипт который позволяет запустить соответствующий соответствующую виртуалку и подключиться к ней или если она запущена запущена просто подключиться давайте попробуем vb connect srv я вангую что она сейчас запустит виртуалку srv ту самую в которой мы добавили ком порт а я обещал показать как это выглядит в конфиге секунд сейчас покажу вот видите вот он появился второй второй ком порт вот он вот его физические параметры это действительно ком 2 он так выглядит вот но вместо настроек что этот теперь сервер значит тут написано что это raw файл под названием ком логгер он прямо в текущем каталоге отложится вас ну чё давайте давайте vb connect srv вот она запускается вас вот мы по ком 1 видим консольку загрузки кстати сказать консолька загрузчика под названием групп мы тоже видели по ком 1 вот она запускается в этот момент запускают системные сервисы в новой прошивке они тут показываются я просто забыл вот мы логинимся напоминаю что не надо делать пароль root у пользователя но у нас да вот это еще один волшебный скрипт а ну давайте я покажу что он делается минус а обратите внимание на то что по умолчанию внешнее устройство под названием терминал вот тот самый который мы видели на картинке считается что у него размеры 24 на 80 24 строки 80 ширина в действительности у моего экстерма размеры другие вон видите кто не видит в углу написано что он что-то типа 107 на 32 вот значит поэтому для тех и только для тех у кого есть экстерм я написал скрипт который посылает специальный эскейп последовательно этот экстерм и экстерм отвечает какого на самом деле размера 107 на 32 вот как это происходит сам экстерм то есть вот это окошко при выводе на него специальной последовательности умеет отвечать туда тому человеку тому процессу который послал эту последовательность какой у него размер этот размер декодируется дальше вызывается стт y который говорит что у нас rose 32 комната 100 107 20 можно даже посмотреть но это не имеет отношения к нашей теме просто имейте в виду что вот да на других консолях это не работает потому что в большинстве случаев такие вещи как писать что-то пользователю в ответ на эскейп последовательность запрещено 25 на 80 размер перфокарты это правда это правда размер терминала 25 на 80 потому что размер перфокарты точнее 24 на 80 потому что размер перфокарты 25 на 80 и одна из этих строков заголовок совершенно справедливо так все в такую древность все эти параметры идут вот а что мы хотим мы хотим посмотреть что какие у нас есть интерфейсы вот их 4 из них вот эти два ни к чему не подключены при попытке работать с ними мы просто увидим ошибку а вот тт ys1 вполне себе подключен давайте сделаем календарь да опа работает давайте выключим его и посмотрим так сокращение с не верит что перфокарты 25 на 80 возможно она другого размера давайте не спорить об этом в эфире давайте посмотрим где это лежит значит это лежит вот здесь о нет не вижу не понял а где это лежит а порт логер вот она она лежит в том месте откуда мы запустили машину порт логер что-то он не записался нифига что я сделал неправильно сейчас давайте посмотрим а он не порт логер назывался как он назывался кто помнит ком логер вот смотрите какая прекрасная штука вот мы там с той стороны что-то написали в порт и то что мы написали в порт попало в наш файл файл ровно таким способом рекомендуется решать сегодняшнее домашнее задание потому что вам придется сделать отчет и этот отчет как-то добыть из виртуалки как вы можете добыть из виртуалки а вот так вы можете добыть хорошо значит но в этом чуть позже итак мы можем перенаправить наш порт в файл мы можем перенаправить наш порт в эти песокет мы можем перенаправить нас по наш порт в ру обычный сокет чтобы две машины друг с другом сообщались по по кому если хватит сегодня времени я это сделаю вот что еще я хотел сегодня рассказать про это я рассказал это рассказал да значит а вот важная вещь давайте мы удалим удалим нашу виртуальную машину и еще раз кажется в прошлом в прошлый раз я это показывал ну вот кстати да мне кажется что сокращение справ ну ладно это это не наша тема еще раз расскажем как делать клон этой самой виртуальной машины что это вообще такое значит мы это удаляем вот вот эта штука которая называется alt-minimum она кстати обновилась ее надо новую скачать я забыл сачать я со старой работаю но неважно что у нас есть и 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 внутри запускаются наши вертовокс вот и я все вот эту последовательность как давайте мы это удалим тогда все равно это надо делать давать все удалили всю эту последовательность я проделывал вот мы заходим зачем на сайт на сайт unix нет ни сюда вот сюда и даже не сюда вот сюда скачем вот этот скриптик для скачивания с выбором копировать копии так где-то жму вот скриптик и этот скриптик предназначен для я не знаю в броузер по моему это тоже делается в броузере но тут я не готов вот спорить я знаю что этот скрипчик это делал раньше буквально вчера он это делал дальше мы берем образ копи-линк скармливаем этот образ скриптиком что там делу и ну и назовем его как обычно alt точка ово значит если он так делает то наверное броузер тоже так умеет ну то есть вот что нужно сделать такого чтобы скрип нашели мог скачивать образу не мог и требовал регистрация я не знаю слушайте давайте проверим в конце концов вдруг нельзя действительно нет она еще не обновилась это образ теперь этот образ надо по импортировать это можно сделать либо изгуя комок если в домашнем задании написано что virtual обновилась virtual芽 обновилась в она обновилась за счет я сейчас покажу даже как она обновилась дальше этот образно поимпортировать либо делается изгуя виртул боксу просто каманочка импорт либо не забываем это надо один раз сделать из гуя каманочка импорт потому что там надо а нет импорт ничего не нужен ну хорошо давайте мы это сделаем из гуя один раз я не очень люблю гуй он он страшный он не просто страшный он страшно страшный значит замечание про гуя виртулбокса еще еще раз прошлый раз это говорил никогда не запускайте в русской локали иначе будет все очень плохо там в конфиге будут названия на русском языке и все мои скрипты перестанут работать и что-нибудь еще может перестанет работать поэтому только только вот так ну или если вам повезло вас сразу локали нерусской то есть вас все сообщинки на нерусском то и хорошо allen technology я не знаю как нужно чем нужно каким местом нужно думать чтобы в конфиге писать на русском языке вот инопланетяне ну вот говорим машина мне 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 файл импорт appliance выбираем этот appliance он называется а где он а как он назывался альтова он должен почему не называется не вижу упор какой-то новенький должен быть стойте сейчас секунд да ладно простите ну и где он а вот он о чем не его не находят а у тоже документах ищет я тупенький вот вот берем этот appliance открываем его кажется в нем ничего не надо делать кажется только при экспорте надо что-то делать а по импорте кажется не надо да ничего не надо ой зараза забыл его умный конечно все кругом регулянте allen technology вот это люди которые вот значит вот при этом импорте обязательно накликать кнопочку generate new mac адрес для всего всегда это надо сделать обязательно вот сейчас покажу покажу этот же скриншот но более читаемый не здесь черт нет скриншота ну ладно извините где-то он есть в настройках извините так плохо видно но блин короче говоря при импорте надо обязательно накликать кнопочку generate new mac адрес вот это не очень важно потому что вам все равно потом придется его делать это накликивать эту кнопочку но тем не менее этого этого лучше сделать все мы это сделали финиш вот он пошел импортироваться и вот у нас в результате эти 99 процентов теперь она все это записывает на диск у нас в результате получится группа под названием linux network 2004 и в этой группе linux не торги 3 4 получится наша самая виртуалка alt минимум эту виртуалку мы больше никогда не запускаем мы используем только для клонирования и следующая операция это ее клонирование говорим клон где тут новичка клон вот здесь накликиваем обязательно new mac адресис и в экспертном режиме обязательно наклеиваем и линкет клон линкет клон вот вот это да вот вот так вот значит вот когда вы клонируете обязательно жмите кнопку generate new mac иначе у вас будут проблемы у вас будут в одной сети карточки с одинаковым маком и всем будет плохо вот все остальное все ерунда вот здесь вы на как-нибудь называете с рв например и этого уже достаточно чтобы получить некоторую некоторую машинку вот давайте это сделаем ведь как быстро да не нужно копировать этот гигабайт 300 мегабайтов диска ничего не нужно все вот 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 здесь нам придется настраивать компорты руками держит ком порт сериал да вот он вот либо все это делается моим скриптами волшебными я их проверил они в этом самом они в убунте тоже работают вот мои волшебные скрипты так что видим они везде работают вот ну или руками как видите по умолчанию серийный порт включен и он смотрит на тот же 2 на порт 2300 как только вы сделаете второй клон эти две машины работать не будут вам надо обязательно поменять тут например на 2031 да еще раз все виртуалки по умолчанию заводят tcp сокет которому можно за не ткатиться или за закатиться чтобы не тыкать руками в графику а тыкать руками в тех в текст который можно копипастить и так далее да но обязательно вот нужно вот этот порт менять вот все а теперь машина готова к запуску опять таки мы можем ее запустить а параллельно например к ней при коннектиться секунду вот здесь да вот она есть срв вот давайте мы запустим ее руками тут до вукент мой скрипт а здесь вот вот видите вот там два варианта загрузки один сделан для лекции вот сейчас мы будем видеть на консоли все мы будем видеть на консоли ядро мы будем видеть на консоли стартовый стартовый диск и мы видим будет видеть на консоли сообщение системы д все будем видеть вот вот собственно полностью вся весь лог загрузки на консоли мы видим ну вот собственно вот это про то как я нет это про то как выглядит как как эту виртуалку клонировать из гуя да значит я обещал про это рассказать скачиваем импортируем клонируем начнем вы не называем накликивать что клон связанный и что новый mac адреса все вот в этот раз нам это еще не помешает потому что мы не пользуемся сетью вообще мы ком порту пользуемся следующий раз нам это помешать какие еще есть да значит всем 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 что вы делаете из гуя можно делать из командной строки это как я уже предупреждал немножко или на технологии тем не менее у каждого вот этого накликивания есть соответствующий аналог в box manage например мы можем взять и вот сейчас у нас нету да ёлки секунд сейчас у нас нету 2 ком порта но мы можем его накликать пальцами в гуя можем вот эту команду копипастить и у нас вот нет вот эту и у нас появится файл в этом месте так имя виртуалки у нас ссрв можно выдавать имя в талки можно выдавать его айди давайте попробуем в box manage лист в эмс можно вот отойди вместо имени виртуалки но я чё-то не люблю это задолбаешься вот имя виртуалки на ссрв второй у арт второй интерфейс это параметр ком 2 я их просто копипастил соответствующего места вот fireball report блогер вот шмяк все с этой пары у нас два ком порта и и вся вот это вот вся вот эта вот картина у нас появляется второй ком порт все вот это вот работает вот для тех кто привык пользоваться командной строкой сейчас я расскажу еще про два скрипта просто орать того чтобы облегчить вам жизнь или ухудшить зависит от того насколько вы привыкли вот да вот вот все работает дать проверим что работает 2 1 естественно доли вас вот он давайте дальше значит да между прочим между прочим для тех кто придет завтра в 6 вот эти магические числа 002 x8 это на самом деле адрес памяти в который memory memory map it and put out в таком порта но это еще не завтра будет про мио вот значит чего еще можно делать так давайте я по-быстрому расскажу значит вся вот эта фигня связанные с клонированием вообще говоря можно можно делать с помощью моего же скрипта который называется vb snap все это жутки конечно по деле но они выполняют свою роль вы говорите vb snap говорите из какого прообраза вы хотите сделать этот самый клон говорить как он называется и описывайте какие у него есть внешние сети про компорт и здесь речи не идет с компортами моим работать только сегодня больше никогда вот плюс пользование этим скриптом в том ну так скажем можно без так плюс пользование этим этого скрипта в том что он сам накликивает нужные клавиши клонирование о mac адресах и сам переписывает адрес консоли главное что он делает ну скажем допустим нет какой-нибудь адрес того порта тси песок это как на который будет выводиться консоль да 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 это делается автоматом этим скриптом совершенно сприлю на самом деле я написал скрипт так что он все командочки бог в бокс менедж показывает вот смотрите он для начала вперед альт минимал и делает из него snapshot это делается я кстати должен все сегодня про это рассказать тоже простите дальше он берет клонирует машину запихивает клон в группу называют ее тмп options link связанные клонирование вместо полного регистрирует делают ее значит из вот этого snapshot дальше он берет модифай в м заводит ему порт кома ком 1 приклеит его к tcp серу 2302 потому что это первый свободный тоже 2300 2301 уже заняты вас а еще он приделать к нему сеть вас дальше он туда прописывают некоторые внутренние штуки которые позволяют изнутри машины узнать как она называется это подковерные вещи собственно все вот это к вот эта команда которая модифицирует модифицирует компа новый mac адреса делаются интересно интересно почему здесь они новые я думаю что пункт меню который там по умолчанию где написано склонировать только тема адреса которые имеют что-то такое там порт на ты так смысле ну короче под он нам годится да ну слушайте давайте делать так как у меня пока проверенный если он годится это конечно хорошо надо подумать промо про новом акадреса я не очень по ним а давайте попробуем вот что давайте попробуем узнать не слушайте давайте не будем на лекциях это пробовать да я посмотрю что там снова на кадре сами но это это работает вот значит я хотел две вещи еще сделать и на этом мы заканчиваем да у нас через 10 минут заканчиваем первую вещь который хотел сделать это она еще и вы здесь мы бы нет нет который показывает какие у вас все эти результате есть но про сети мы будем говорить отдельно первую вещь которая хотел сделать это сделать две машины и соединить их через собственно то что у нас является домашним заданием почти вот сейчас я его чуть-чуть проделаю я в будущем так делать не буду я не буду на лекциях показывать домашние задания но сейчас я чуть-чуть проделаю мне самому интересно значит вот у нас есть virtual box у нас есть два две машинки с компортом вот и этот порт перенаправлен файл давайте этот порт перенаправлю в второй второй не файл а в канал это называется пайп не пайп сокет вот перенаправлю этот порт в канал что при этом происходит создается специальное устройство в разных операционных системах оно разное в случае линукса это я думаю фифо какой-нибудь или что-нибудь такое вот и вот этот под названием порт в логер сокет и значит эта машина будет туда писать байт и оттуда пытаться читать байт обратите внимание на эту галочку подключиться к существующему каналу видно отвратительно но тут галочка есть верьте мне если я ее закликаю она по умолчанию закликана это значит что при старте этой машины этот файл будет не будет создаваться он будет искать его на такой в ну короче из них кто-то должен его создать а кто-то должен к нему подключиться если галочка не накликана значит она будет создавать порт файл порт логер сокет до называется это у нас так делает машины срв а а галочки здесь мы сделаем хост канал в и галочку оставим а машина тмп 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 будет подключаться к уже существующему значит сначала запустите срв потом тмп и они через ком порт будут общаться я хочу это проверить итак у нас есть две машины виртуалки в них есть по два ком порта один это консоль а второй грубо говоря они подключены друг другу проводом сейчас мы это увидим ну давайте я сделаю через vb connect потому что мне так проще верьте мне что это одно и то же сначала надо запустить тот у которого тот у которого тот который создает этот порт вот давайте кстати проверим что он его создал так будет виднее да так а вот он и и это у нас сокет видите букву с и тот тот самый сокет которому сейчас будем конец давайте подключим на счету ну давайте то есть залогинимся здесь волшебная волшебная команда для красоты вот это так окей вот он этот файл вот он этот вот это файловый объект под названием сокет это просто именованный сокет смотри оси второго курса вот сейчас мы запустим вторую машину она называется тмп который по идее должна к этому сокету подключиться сейчас мы это все проверим ну чё на одной машине мы запускаем пока это загружается мы запускаем кат дев тт и y с один а на другой пытаемся туда записать ну скажем ну скажем календарь дев тт y с 1 смотрим ой вот он обратите внимание на какую-то ерунду со всей очевидностью то что мы написали с той стороны видите да вот он приехал мы через провод передали какие-то байты но то что мы написали с той стороны со всей очевидностью приехала в каком-то извращенном виде например там что-то поудваивалось ну короче муть какая-то что не так дело в том что наш компорт программно обрабатываемый сейчас помните когда мы говорили с тт y мы видели что там всякие замены какие-то контроль c подменяется еще что то система вмешивается в передачу данных потому что считает этот компорт терминальной линии то есть она не думает что мы проводами подключены она думает что там терминал как поэтому мы должны сделать что мы должны сказать с каждой стороны следующую штуку с тт y и указать собственно какой вот что сейчас произойдет опять таки вспоминаем оси для нашей программы с тт y на чтение откроется файл под названием и она туда просто выполнит и окт л который по выключает все вот эти обработки и сделает режим работает тт y абсолютно не обрабатываем все эти данные которые мы туда пишем без полной без совершенно какой-либо обработки с той стороны приходит и с той стороны тоже можно сделать вместо меньше можно указать ключи минус f большое то есть просто сказать ну возьми вот но я именно слово именно символ меньше здесь использую чтобы было понятно файл открывается на него девица йогтл файл закрывается вот то же самое надо сделать на второй машине проверяем насколько насколько поведение изменится барабан и дробь все стало плохо а я же там кат не сделал остальное куда уехала а вот почему это почему так что же удвоение дурацкой умногорение слушайте знаете что время у нас закончилось я эту ошибку поисследую вот вот ладно давайте так значит смотрите чудесным образом я в конце лекции облажался надо вот это мне поправить возможно это какая-то ошибка моя вот потому дело в том что домашнее задание будет строго связано с этой штукой и если она не заработает то а слушайте файл то работает все ладно вот значит домашнее задание и на этом собственно мы расстанемся значит как делать репорты вы говорите репорт дальше вы говорите дальше вы говорите джек кэч говорит надо было сделать сет но ехо да конечно я забыл сделать сет но ехо я идиот простите все значит дальше вы говорите название репорта например но номер репорта например один ну не например один и название машины например в данном случае это у нас вторая машина там work prototype неважно work после чего у вас запускается запись того что вы делаете здесь вы делаете какие-то команды эти команды все входят в репорт весь скринкаст уходит в репорт все что вы делаете туда попадает вы там настраиваете порт ошибаетесь что то еще делаете как только вы нажимаете control d репорт останавливается и вот этот файл у вас заводится на машине этот файл нужно каким-то образом передать мне послать его по почте с этой машины и с той машины тоже вот эти репорты надо отослать способ получения репорта здесь написан вот проверять как минимум будет будет проверяться разумеется своевременность и наличие некоторых ключевых слов которые так или иначе должны быть в репорте вот ну вы увидите вот более сложных заданиях там будет всякие айпи линки там трудно ошибиться вот регулярное выражение должно найти все значит вот тут вот вот эта кавычка не нужна короче короче я поправлю вот эту тему значит сегодня вечером я исправлю эту штуку и об этом напишу в чате так все братцы я и так сожрал кучу времени если есть вопросы задавайте если нет вопросов то мы встречаемся завтра все до встречи